Приехали на местную ферму, где растет очень много фруктов, и можно собирать самостоятельно черешню, сливы, голубику. Вот здесь яблоки, но они еще не готовы. Ой, какие деревца красивые. Первым делом нужно зайти в эту палатку, выбрать коробочки, в которые будем собирать их, оплатить, и потом можно идти и собирать. Пожалуйста, не приносите ваши собственные контейнеры и сумочки. Hello! Вот здесь вот такие интересные контейнеры лежат для вишенок, черешенок, малины, голубики. So, what are we gonna get? Клубники нет уже в наличии, вишня, черешня 11 фунтов, малина 7, черника 6. И слива 4. Итак, мы взяли два контейнера для малинки и для голубики, но клубнику уже собирать нельзя. Дотечка, нет-нет-нет, сейчас нельзя там собирать ничего. Она, скорее всего, доспевает, потому что нога очень зеленая, и она доспевает. Сейчас мы пойдем сначала собирать еще черешню. Мы взяли еще для черешни маленький контейнер. Очень красиво здесь все растет. Подприженная травка. Замечательно. Вот такие вот клубнички висят. Да, она только сейчас будет доспевать еще. Все, наверное, уже собрали. Ух ты, площадка есть. Замечательно. Здесь деревца тоже. Очень красиво. Очень большое поле вон там. Мы туда тоже потом пойдем. Мы туда тоже пойдем. Там голубика и малина. Сказала идти в самый край, в самую последнюю линию. Там самые спелые. Давай пособираем сначала черешенку, ягодки и покатаемся. Можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Малина. Ой, вернее, клубника. Ее еще здесь много. Красиво все, удобненько посажено на уровне торса, чтобы было удобно собирать. Так, это у нас... Ой, извини, пожалуйста. Мама! Это у нас смородина. Смородина. Я думаю, можно чуть-чуть сорвать. Одну сорви маленькую. И вон там деревья. Красота. Сейчас дойдем, будем собирать. Вот мы дошли до черешни. Очень много маленьких деревьев. Висит черешня. Собирай, кушай. В чем прелесть этих ферм? Это то, что ты не только для себя собираешь, чтобы домой взять. Но еще и кушаешь. Это все тут. Вот такая красота. Очень много висят. Ягодок висит. Очень красиво, аппетитно выглядящие. Крупные. Темные. Прямо все, как я и люблю. Шикарно. Обожаю черешню. Ее тут так много. Она такая красивая. Конечно, 11 фунтов за маленький контейнер. Это очень дорого. Но с учетом того, сколько ты тут съешь ее. Тут можно объесться. Это, в принципе, цена, правда. Тем более, у нас трое взрослых и один ребенок, который точно это все будет кушать. Второй ребенок слишком маленький еще для такого удовольствия. Если посчитать, сколько можно съесть троим взрослым и одному ребенку, то, в принципе, цена оправдывает себя плюс. Мы еще и контейнер домой заберем. Что тоже очень хорошо. Я бы вам сорвала, показала, какая черешня по крупности. Но у меня на руках маленький ребеночек. Поэтому руки заняты. Я даже попробовать не могу ее. Но по виду она очень хорошая. Вон там верхняя веточка вообще очень много там. Очень много. Обильно усыпанной веточки. Красота. Но сейчас попробую. Итак, мой ребеночек уснул. Теперь я могу сорвать и попробовать эту замечательную черешню. Очень красивая. Темно-красного цвета. Красота. Тут ее очень много. Ох, прям хочется всю ее съесть. Сейчас попробую. Ням-ням. Замечательное место. Я в восторге. Внутренность красная. Замечательно. Очень вкусная. Очень много. Рви не хочу. О, какая красивая. Крупненькая. Держи. А, у тебя есть своя веточка, да? Тут много пособирали в этой части. Ох, а наверху замечательно. Ром, посмотри, какая веточка красивая. Очень вкусно. Я не такой, я не пробовала. Такой еще не пробовала? Да. Чистая. Ммм. На самом деле она сладкая. Красота. Ну, видно, что тут уже пособирали много. Тебе вкусно? Раскушай, а что вкусно? Оборвалась сама. Веточка? Вау. Красота. Можно прям с ветки кушать. А? С ветки? Прямо с ветки. А прямо с ветки будет еще вкуснее. Класс. Больше не хочешь, но не кушай. Давай. Теперь у меня две огромные ветки с черешней. Все. Тогда будем сейчас кушать. Посмотрите, как можно не показать вам вот эту красоту. Сколько ее много. Ешь не хочу. Мы уже, наверное, наелись. Нам надо еще немножко места оставить под голубику и под малинку. Но это просто что-то невероятное. Вау. И вон еще целое дерево. Очень-очень-очень вкусно это. Ну и мы нашли самое вкусное, самое сочное дерево. Да, надо аккуратненько. Вообще очень сочное. Только посмотрите, какая она темная внутри. Какая мясистая. Вау. Пожертвовали чистыми руками, чтобы показать вам красоту этой черешни. И какая она вкусная, а не передать. Здесь очень много разных сортов. Есть и покрупнее, и помельче. Есть с кислинкой, есть очень-очень сладкая. Вот это тоже очень вкусный сорт. Жаль, что мы не знаем, как он называется. Но она еще должна чуть-чуть подоспеть. Но это очень вкусно. Она очень сладкая. Я люблю послажи. Муж мой любит с кислинкой. Вот еще доспеть должна, но все равно. Черешню мы собрали. Решили пройтись к детской площадке. И смотрите, сколько тут яблок. Очень скоро мы будем собирать еще и яблочки здесь. А вон площадка. Красота. Это очень приятное времяпрепровождение для англичан с семьей. Потому что многие сюда приезжают из таких городков, где нет домиков с частной землей. Хотя даже у тех, у кого есть земля, какой-то клочочек, то они там не сажают. Фруктовые деревья скорее они там поставят вазоны с цветами или засадят газончиком. Сейчас пойдем кататься на машинке и на горке. Там есть горка, вон. Английские детки. Хорошо, я помогу тебе. А вот здесь вот сливы. Мячик опять. Сливы. Тут, наверное, ободрано все. Скорее всего, где-то нужно вглубь заходить, но я не пойду, а вдруг меня выгонят. Потому что у меня нет контейнера. Сено. Спелые. Спелые сливы. Пошли кататься на машинке. Пойдем. Мальчик, помоги. А, на вот этой машинке? Давай. Давай помогу. Сейчас будем кататься на машинке. Семья отдохнет вон за теми столиками прекрасными, деревянными, с зонтиками. Давай. Буду тебе помогать. Тут очень много людей. Вот это, например, поляки. Горецбарат, Чарешин. Вот такая замечательная площадка. Вон там сидит моя мама с младшей доченькой. Там какой-то бар или что-то можно купить, попить. Скорее всего, перекусить тоже можно. Можно купить. Девушка-координатор местный. Очень интересно. Здесь, а вон там, интересно. Какие-то цветочки. Тоже что-то растет. Трактор. Мы немножко сейчас дух переведем, передохнем. Пусть уляжется наша черешня. Пойдем собирать малину и голубику. Это лаванда. Замечательно. И там что-то растет, но туда я, наверное, не пойду. И маленькие яблоньки. Здесь. За вот этой большой изгородью там малина и голубика. Вот так мы катаемся. с помощью папок. Чего ты на педаль не нажимаешь? Ну, а теперь мы идем в малинник. Посмотрите, тут какую фотозону сделали. Можно посидеть и пофотографироваться, либо отдохнуть. Малинка и голубика. Голубика, сказали, вдоль дороги. И вот голубики сколько. Длинные три рядка. Вот открывают работники здесь пленочку, чтобы она поспевала. Вот такая она. Свеженькая. Замечательно. И тут очень много. Голубика стоит 6 фунтов за маленькую коробочку. В ней, наверное, будет грамм 400. В этой маленькой коробочке. 500 грамм в супермаркете. В Сейнсберри сливал. Достает 4 фунта. Мы вчера были в магазине, смотрели специально. Мне было интересно. Но это ж... Это ж органическое. Био. Ее здесь ничем не поливают. Вообще здесь все фрукты, которые здесь растут, ничем не поливаются. Малину мы вчера собирали. Или позавчера мы были на этой ферме. Собирали с червячками. Были даже жучки-вонючки. Хотя сейчас скоро уже дойдут до конца. Ее тут очень много. Вообще. Какая красота. Вот такой вот очень хороший, красивый и чистый бизнес у кого-то. А вон там, вон дальше, малина. Следующим рядом. Посмотрите. Красота. Еще никогда не собирала голубику с кустов. С такого количества кустов. Обожаю эту ягоду. Она очень полезная. Могу ее есть горстями. Вот что я сейчас прямо и сделаю. не только я, но и мой ребенок может есть горстями. Вкусно? Это значит да. Теперь идем на малину. Красота. А это ежевика. Вот сколько я ее. Целая изгородь. Одна, вторая, третья, четвертая. И там что-то еще. Так. Тут малинка. С той стороны закрыто, по-моему, было. Я покажу вам отсюда. Вот какая она крупная. Посмотрите только. Крупная малина. Тут ее очень много зеленая, поэтому с той стороны этот ряд был закрыт. Поэтому мы пойдем сейчас в другой ряд. Скорее всего, вот сюда. Да. Вот здесь ее очень много. Обратите внимание, что она растет в горшках. Из этих горшков уже пошли новые веточки. А на старых вот такая красота. Она очень вкусная, очень сладкая. Ее очень удобно собирать. Внизу тоже ее много. Внизу детки собирают. Сверху, конечно, взрослые. Очень популярное место здесь на юге. В примерно 5 километрах от города Дил, где мы сейчас живем. Такая целая ферма. Конечно, удовольствие не дешевое, но это же свежие фрукты. И оно того стоит. Ну, а мы сейчас будем собирать наш контейнер. Да, мы тут уже наелись и черешни, и голубики, но малины мы тоже сейчас попробуем. Очень сладкая, очень вкусная. С небольшой кислинкой. Есть еще и кислее сорты. Такой мне очень нравится сорт. Было бы очень хорошо, если бы после окончания войны в Украине тоже сделали такие фермы, куда можно приезжать, собирать, кушать. Ну, конечно, с нашим менталитетом мне кажется, это что-то нереальное, потому что нас не только будут кушать в саду, но еще и выносить из сада в сумках, в карманах и где только не лень. А здесь же все по-честному. Ты платишь за контейнер, ты приходишь, собираешь эту малину, ну, или черешню, или голубику, чуть-чуть поешь и все. Ну, и чтобы это все не пропадало, конечно, разрешено кушать, что очень много малины падает и пропадает. Поэтому кушать тут можно в неограниченном количестве, сколько в тебя поместится. У нас в прошлый раз поместилось много. Ну что, пойдем собирать. ты. Давай, оденем тебе на все пальчики. Новый способ поедания малины. Вот такой. И теперь можно кушать. Ого! Смотри, какие пальчики. Привет! Дит16. Аххххххх... что примечательно малина не колючая что делает процесс сбора очень приятным возможно это еще и ремонтантная малина ну так было бы выгоднее да и они все ягодки очень красивые нички есть червячки есть она не брызганая убила как любят в европе говорить и вот наш сегодняшний улов малина черешня и голубика ну что к тому же мы еще очень сильно надеялись так что скорее всего до вечера кушать не захотим ну и привезем домой вот такую свежую продукцию с фермы